За прошедшие годы авторы Dragon Age Inquisition многое рассказали о создании визуального облика игры и опубликовали множество концепт-артов. Мы изучили несколько выступлений разработчиков, чтобы разобраться, как абстрактные идеи превращаются в конкретные ассеты, и какую роль в этом играет концепт-художник. Если что, ссылки на источники в описании. Меня зовут Алексей Луцай, сценарий подготовил Артемий Леонов, а смонтировал ролик Игорь Максимов. Погнали! В основе Dragon Age лежат две главные идеи. Магия опасна, а однозначно хороших или плохих людей не бывает. От этих двух установок отталкивались в своей работе и сценаристы, и художники всех специализаций. Основным ориентиром, само собой, было Средневековье. В представлении Нила Томпсона, арт-директора игры, средневековая Европа — это неприятное место, навевающее мысли о смерти. Общую атмосферу игры задавала фразами Менте Мори — помни о смерти. При этом Томпсон вдохновлялся работами средневековых художников, которые рефлексировали на тему смерти, но в игровой, не слишком серьезной манере. Арт-дирекшн Dragon Age Inquisition должен был быть пропитан игривым ощущением неминуемого рока. По мнению арт-директора, один из самых важных артов Dragon Age Inquisition — вот этот. Он идеально отражает настроение игры. Вокруг тьма и безысходность, но герои при этом находят в себе силы шутить и веселиться. Другой источник вдохновения художников BioWare — картины мастеров эпохи Возрождения, к примеру, портреты Ганса Гальбейна-младшего. Эти работы не фотореалистичны, однако материалы, например, мех, выглядели на них почти как настоящие. Это роднило живопись эпохи Ренессанса с движком Frostbite. В нем тоже очень реалистично смотрелись материалы. Поскольку BioWare приходилось учиться пользоваться движком на ходу, Томпсон представлял себя и своих художников в роли художников раннего Возрождения — инноваторов, которые на собственных ошибках учились работать с масляными красками. Картины не просто служили для художников BioWare референсами и источниками вдохновения. Конкретные работы раскладывали на палитры и создавали концепты арта на их основе. Сейчас у нас есть интернет. Это окно в каждый музей или картинную галерею мира. Для тех, кто этим не пользуется, нет оправдания. А по поводу интернета вот еще одна очевидная вещь. Кроме всего прочего, это окно к знаниям. Вот, например, мы запускаем курс как раз по концепт-арту, где вас научат рассказывать истории визуальным языком и решать задачи геймдева, за которые разработчики готовы платить. Преподаватель Иван Растригин делал концепты для Skyforge, Saint Row, Star Wars, Old Republic, War Robots и Mass Effect Andromeda. Он объяснит, как поймать идею, научит визуализировать ее доступно и понятно, правильно презентовать, делать много концептов, причем быстро. Ну и, конечно же, укладываться в дедлайны. Благодаря этому работу не только утвердят и купят, но и, в принципе, это запустит весь проект. Любая игра начинается с концептера, поэтому профессия-то интересная. Все подробности по ссылке в описании, но вернемся к Dragon Age. Большинство изображений в стиле карт Таро, которые стали своего рода визитной карточкой Inquisition, создали по инициативе самих художников. Идея пришла руководству, но художникам настолько понравилось работать в такой стилистике, что они сделали больше изображений, чем было необходимо. При работе над многими концепт-артами в качестве референсов использовались картины на религиозные сюжеты. По мнению Томпсона, особую драматургию таких работ стоит изучить каждому концептеру, вне зависимости от его религиозных убеждений. И вставлю свои пять копеек, согласен, чтобы заниматься искусством, нужно изучать религиозную классическую живопись. Чтобы вообще понимать, как у нас мозги в нашей европейской культуре работают. Кто считает так же, пишите свое одобрение в комментариях. Помимо классической живописи, среди основных источников вдохновения были работы режиссера Акиры Курасавы. Но видеоигр в списке главных референсов не было. Нет ценности в том, чтобы посмотреть на чужую успешную игру и попытаться воссоздать ее в своем продукте. Это мимикрия, это не двигает медиум вперед. Для дизайна фракций тоже использовались референсы из реального мира, а не из чужих произведений. К примеру, Кунари вдохновлен северными мотивами, а именно скандинавскими церквями. Гигантскими деревянными сооружениями, которые не увидеть в остальной Европе. В дизайне государства Орлей активно использовались золото, свечи и изогнутые формы. В Тевинтере все острое, угловатое и серое. Это основная идея, которая отражается и в архитектуре фракции, и в дизайне персонажей. Но самой интересной задачей для художников стала сама Инквизиция. В образах фракции много агрессивной эстетики и символов, которые традиционно ассоциируются с угнетением. Кулак и глаз, который как бы следит за несогласными. Но по сюжету игры Инквизитор — положительный герой, поэтому концептерам поставили нестандартную задачу — заставить зрителя воспринимать всю эту эстетику иначе, чем обычно. Процесс создания персонажей для игр BioWare подробно описал бывший ведущий сценарист компании Дэвид Гейдер. Сначала команда определяется с количеством спутников героя, например, их должно быть 9. Значит, 3 воина, 3 мага и 3 разбойника, чтобы не обделить ни один класс. Затем сценаристы набрасывают концепции персонажей, пока что это не полноценные образы, а лишь расплывчатые идеи. Обычно такое черновое описание персонажа состоит из двух-трех слов. К примеру, на этом этапе одного из персонажей Инквизицион звали «Грязный Робин Гуд», а другого — «Маг, рок-звезда». На следующем этапе персонажам выбирают пол и расу. Если получилось слишком много мужчин или женщин, или, к примеру, в команде не хватило места гному, то все перетасовывают до тех пор, пока набор персонажей не будет идеально сбалансирован. После этого время определить для каждого сексуальную ориентацию. Это важно, поскольку одна из фишек игр BioWare — возможность заводить романтические отношения со спутниками. Именно на этом этапе выбирают, какие персонажи будут заинтересованы в главном герое или героине, а какие нет. К примеру, персонаж, который в дальнейшем стал Дарианом Паусом, изначально описывался как «Маг, рок-звезда». А в качестве референса использовался Тони Старк — заносчивый белый мужчина, который всех выводит из себя, но в то же время остается крутым. Когда заготовка персонажа попала к концептеру, у него не было ни имени, ни предыстории, иначе у художников не осталось бы простора для воображения. Мы, сценаристы, могли бы написать кучу страниц предыстории персонажа и полностью его охарактеризовать. Но что тогда останется остальной команде? Художники здесь не для того, чтобы удовлетворять наши капризы. Хотя мне, конечно, хотелось бы, чтобы это было так. В BioWare всегда создают больше концептов, чем нужно, чтобы посмотреть, какие варианты приглянутся команде, а какие — нет. В одном из вариантов в образ Дариана попробовали подмешать арабские и индийские мотивы. На тот момент среди спутников было слишком много белых, и восточная внешность придала бы персонажу индивидуальности. Концепт всем понравился, и Дариана решили сделать жителем восточного Тевинтера. Когда с внешностью определились, сценаристы приступили к проработке истории. По одной из задумок он был выходцем из влиятельной аристократической семьи, но тогда ему нужно было придумать мотивацию для того, чтобы он покинул зону комфорта и отправился путешествовать с главным героем. Ответ нашелся на этапе, когда разработчики определялись сексуальной ориентацией персонажей для потенциальных романтических отношений. Дариана решили сделать геем, и тогда кому-то пришла в голову мысль завязать предысторию персонажа на его сексуальности. Дариан не находит себе места в обществе и отправляется скитаться. Кто-то заметил, что, согласно лору, в Тевинтере толерантно относятся к гомосексуалам. До тех пор, пока они не выставляют свои сексуальные пристрастия на показ. И в этот момент Гейдра посетила идея. Дариан не хочет скрывать свою ориентацию и жениться по расчету для вида. Он хочет жить так, как считает нужным, и в этом заключается его конфликт с обществом. И в итоге образ персонажа полностью сложился. Персонаж, который в дальнейшем получил имя Вивьен, изначально проходил под кодовым обозначением Декстер Баттерфляй. Баттерфляй, вероятно, отсылка к Мадам Баттерфляй. Вивьен должна была быть любовницей богатого дворянина. А Декстер — отсылка к одноименному сериалу. В первоначальной версии она была хладнокровной убийцей. В дальнейшем убийством в сценарии места не нашлось, и Вивьен стали называть Айрон Баттерфляй, железной бабочкой. Когда стало понятно, что Вивьен будет путешествовать с героем, ей стали создавать образ крутого мага и неприступной снежной королевы. Но в процессе у концептеров и сценаристов появилось ощущение, что подобный персонаж в Драгон Эйдж уже был, и они, по сути, воспроизводят старый образ. В какой-то момент Вивьен чуть было не вырезали из игры полностью, но один из концептеров дал ей последний шанс и набросал еще один вариант внешности, изменив цвет кожи. Этот концепт приглянулся одной из сценаристок, она моментально поймала образ и написала Вивьен такой, какой она получилась в игре. Вот так вот толерантненько. И на этом все. Хотя, нет, вот еще три совета от Нила Томпсона. Первый. Определите четкое эстетическое направление игры и продвигайте его внутри команды. Если каждый специалист будет понимать, к какому эффекту стремится произведение, результаты их работы будут гармонично складываться в единое целое. Второе. Ищите релевантные референсы везде, где только можно. В архитектуре, живописи, поэзии, литературе, кино. Не ограничивайтесь очевидными местами. Третье. Помните, что арт в игре существует для того, чтобы поддерживать геймплей и повествование. Он ни в коем случае не должен вступать с ними в конфликт. Вот теперь точно все. По ссылке в описании подробности о нашем новом курсе по концепт-арту. Также оттуда переходите в телеграм-канал или в ВК, куда мы каждый день пишем статьи по геймдеву и кино. И специально для этого опрашиваем профессионалов индустрии, чтобы было интереснее и глубже. А с вами были Алексей Луцай, Артемий Леонов и Игорь Максимов. За любую активность, будь то лайк, подписка, комментарии по поводу того, о чем бы вам еще хотелось послушать, мы вас отблагодарим. Конечно же, новыми роликами. Пока.